Всем привет! Сегодня рассмотрим очередной совет от Скотта Мэйерса из его книги Наиболее эффективное использование C++ 2000 года 35 рекомендаций И его правило называется так Учитывайте затраты, связанные с виртуальными функциями, множественным наследованием и виртуальными базовыми классами Ну и посмотрим, о чем он тут говорит Ну, компиляторы C++, как он говорит, должны реализовывать все функции языка Детали реализации, конечно же, зависят от конкретного компилятора Ну и разные компиляторы реализуют те или иные свойства языка немного по-разному В большинстве случаев вам не приходится об этом беспокоиться Вот, но иногда реализация некоторых свойств языка может заметно повлиять на размер объектов и скорость, с которой выполняются функции члены Поэтому важно иметь общее представление о том, что происходит Вот, и в качестве примера можно в первую очередь привести виртуальные функции При вызове виртуальной функции выполняемый код В данном случае выполняемый код какой-то функции Должен соответствовать динамическому типу объекта Для которого вызывается функция Вот, независимо от типа указателя или ссылки на объект То есть происходит такой динамический полиморфин Большинство реализаций используют виртуальные таблицы Вот, и указатели на виртуальной таблице Ну, по поводу виртуальности и этих указателей У меня в лекциях по языку C++ есть видео Поэтому советую найти и посмотреть Идем дальше Что такое виртуальная таблица? Виртуальная таблица обычно является массивом указателей на функции Вот Ну, некоторые компиляторы используют вместо массива разновидность связанного списка Но, в принципе, принцип действия остается тот же И каждый класс, который объявляет или наследует виртуальной функции Имеет конечную же собственную виртуальную таблицу Где элементы представляют собой указатели Указатели на реализации этих виртуальных функций Вот, например, у нас есть класс C1 И вот примерно как выглядит, то есть схематически Как выглядит таблица виртуальных функций То есть здесь к этому классу объекту К объекту этого типа Добавляется указатель на табличку А в этой табличке есть указатели на реализацию этих функций На их тела Так вот, что мы здесь видим? Мы видим виртуальный деструктор и три виртуальных функции F1, F2 и F3 Соответственно, в табличке виртуальных функций У нас будет указатель на деструктор На функцию F1, F2 и F3 F4 здесь нет Ну, потому что она не виртуальная Не виртуальная функция, вот такие как вот эта И конструкторы Которые по умолчанию, ну, конструкторы являются не виртуальными Реализуются точно так же, как обычные функции C Поэтому они имеют такую же производительность Вот, теперь давайте рассмотрим пример 2 У нас есть тот же класс C1 И схематически изображена табличка виртуальных функций И есть класс C2 Который, как вы видите, наследуется от C1 И в котором есть виртуальный деструктор Также у нас перекрыта виртуальная функция F1 Из класса C1 Ну и добавляется своя собственная функция F5 Так вот, схематически это теперь будет выглядеть вот так То есть табличка виртуальных функций для объектов типа C2 Выглядит таким образом Виртуальный деструктор Раз, класса C2 Дальше Перекрытая функция F1 То есть, которая в базовом классе есть Но у наследника мы ее перекрываем Дальше функции F2, F3 Которых здесь нет, но они же наследуются вот отсюда И дальше своя собственная функция F5 Вот, то есть, как мы видим Здесь три указателя на функции класса C2 И два указателя на функции C1 Так вот, из этого всего видно Каким затратам может привести использование виртуальных функций То есть, необходимо выделить память Для виртуальной таблицы каждого класса Содержащего данные функции Размер виртуальной таблицы класса Пропорционален числу объявленных в нем виртуальных функций Включая унаследованные от базовых классов Каждый класс должен содержать только одну виртуальную таблицу Поэтому общий объем, занимаемый такими таблицами Обычно незначительен Но если же вы создаете большое число классов Или большое число виртуальных функций в каждом классе То таблицы могут при этом занимать достаточно места В адресном пространстве Так как программе нужна только одна копия Виртуальной таблицы класса Вот копия вот этой таблички Компилятор должен решить, куда ее поместить Ну, есть основных два подхода То есть первый подход заключается в том, что создаются копии виртуальной таблицы в каждом объектном файле, где она нужна Затем компоновщик пробегает и удаляет дубликаты Оставляя только по одной копии каждой виртуальной таблицы в конечном исполняемом файле или библиотеке Второй популярный подход состоит в использовании эвристики Чтобы определить объектный файл, который должен содержать виртуальную таблицу для класса Обычно применяется такая эвристика Виртуальная таблица класса создается в объектном файле, содержащем определение Ну, то есть тело Вот, к примеру, вот у нас здесь есть определение и тело Вот, первой невстроенной неполностью виртуальной функции класса В этом случае виртуальная таблица для приведенного класса C1, к примеру В данном случае будет помещена в объектный файл main.o Ну, и здесь, конечно же, у нас и C2 есть, да? То есть две виртуальные таблицы в одном объектном файле Но обычно как у нас? У нас классы разбиты на HPP или H файлы и CPP То есть объявление и определение Соответственно, если бы это было, ну, было бы так сделано То это, к примеру, было бы C1HPP и C1CPP и C2HPP и C2CPP Соответственно, были бы созданы два объектных файла C1.o и C2.o И вот в каждом объектном файле была бы вот своя виртуальная таблица То есть помещалась бы в объектный файл Ну, это в том случае, если виртуальные функции не определены как inline Что, конечно же, лучше не делать Лучше не делать виртуальные функции inline Так вот, при таком подходе При таком подходе, когда у нас То есть первый подход запомнили Компоновщик пробегает и начинает удалять дубликаты Это первый подход А при втором подходе у нас просто в каждом объектном файле Существует виртуальная таблица для определенного класса Ну, в котором есть виртуал Так вот, это все хорошо работает до тех пор Пока мы не объявляем inline для виртуальной функции Вот когда мы объявляем inline То тогда вот эта эвристика не работает И большинство основанных на ней компиляторов Создадут по копии виртуальной таблицы Класса в каждом объектном файле, использующем ее То есть в каждом объектном файле Который будет использовать функции К примеру, вот этого класса Которые объявлены как virtual То в каждом объектном файле будут созданы копии виртуальных таблиц В больших системах это может привести к образованию программ Содержащих сотни и тысячи копий виртуальной таблицы класса Большинство компиляторов, применяющих описанную юристику Позволяют в какой-то степени вручную Управлять созданием виртуальной таблицы Но лучшее ее решение в данном случае Не объявлять виртуальные функции как inline Кроме того, имеются причины По которым современные компиляторы Обычно игнорируют директиву inline для виртуальных функций Поэтому, как говорится, от реха подальше И не встраивайте виртуальные функции Так вот, виртуальные таблицы составляют половину механизма виртуальных функций Но сами по себе они бесполезны Они приобретают значение только если существует способ Определить какая виртуальная таблица соответствует каждому объекту И это соответствие устанавливается при помощи указателя виртуальной таблицы Каждый объект класса, которого объявляют виртуальные функции Содержит виртуальный элемент данных То есть указатель виртуальной таблицы Который добавляется к компиляторам Схематически это отображается вот так То есть у нас есть объект какого-то класса Есть какие-то данные, внутренние члены И компилятор автоматически добавляет к объекту указатель На табличку виртуальных функций И разные компиляторы могут делать по-разному И в разные времена делалось по-разному Как это сейчас я не исследовал Потому что это дело не быстрое Но это может быть в конце данных Это виртуальная таблица Ну указатель на виртуальную Это может быть в начале объекта Это может быть вообще перед объектом Там минус 4 или минус 8 байт от адреса объекта Но в любом случае нас это волновать не должно Об этом за всем этим следит компилятор Ну и все делает так, как ему удобно Так вот, в случае наследования Указатель виртуальной таблицы Вот этот вот указатель Он может быть Ну довольно часто бывает окружен элементами данных То есть когда мы наследуемся Нам надо данные объекта И указатель на виртуальную таблицу этого объекта Но если мы наследуемся еще от кого-то То там точно так же будут данные И указатель на виртуальную таблицу Того наследую ему класса И так далее и тому подобное Вот Поэтому множественное наследование Еще больше усложняет эту нашу картину Ну вот этой виртуализации и наследования Так вот, можно просто отметить Что при использовании виртуальных функций Приходится включать еще один указатель В каждый объект класса Который содержит такие функции Ну это понятно Если объекты малы Это увеличение может оказаться существенным Ну например, если объект в среднем Содержит 4 байта данных Да, какой-то integer То добавление указателя на виртуальную таблицу Увеличит его размер вдвое Если указатель Занимает 4 байта Если это 32-разрядное приложение Если же 64-разрядное приложение Там может быть, к примеру, 2 инта Ну в объекте И указатель на виртуальную таблицу То есть 2 инта это 4 байта И здесь опять еще Ну 2 инта 8 байт И тут еще 8 байт То есть опять-таки тоже в 2 раза То есть при таком объеме объекта Ну когда у нас там, к примеру, 2 интеджера Или там 4 шорт Или там не знаю Что-то еще То такое добавление Указателя Практически там в 2 раза Может повысить размер объекта Либо в 1,5 раза Вот При ограниченном размере памяти Это будет означать, что у вас получится Создать меньше объектов Даже на системах с неограниченной памятью Производительность вашей программы Может упасть А почему она может упасть? Так как меньше объектов Будет помещаться в кэш Или на страницу виртуальной памяти Что скорее всего приведет К увеличению числа переключений страниц Ну а здесь схематически указано Указано просто, что указано Что у нас есть виртуальная таблица Виртуальная таблица для класса К примеру, это C1 А это объект этого класса Первый объект, второй объект и третий объект Соответственно, у каждого объекта есть данные И указатель на эту табличку И вот все они указывают на какую-то таблицу виртуальных функций В которой там все эти функции есть То есть это мы понимаем Есть табличка виртуальных функций Но при подходе 2 Особенно когда мы делаем функции виртуальной inline То для каждого объектного файла Могут быть много Ну в каждом объектном файле Может быть копия Одна и та же копия Для какого-то класса Это я думаю вы понимаете Так вот Что Ну когда мы вызываем Когда мы вызываем Виртуальные функции То нужно же проследить Какую именно функцию вызвать Ну сейчас я набросаю схематически 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 Ну давайте вот здесь Вот здесь Вот здесь я напишу Example 2 Ну вот Смотрите Вот у нас есть указатель на какой-то класс Так, так Мы выделяем память И вызываем функцию 1 Потом где-то там объект удаляется То есть перенастраивается указатель Указатель используется тот же То есть это все может быть в одном каком-то цикле Но в какой-то момент нам нужно перенастроить поведение нашего объекта То есть он был такого типа Потом в динамике, в процессе работы нам надо выполнять что-то другое Для этого у нас свой есть класс C2 И вот мы перенастроили указатель И вызываем функцию F1 То есть как вы здесь видите Здесь нужно компилятору четко определить Какую же функцию вызывать Функцию класса C1 Вот эту F1 Либо же функцию класса C2 Вот F1 Соответственно Для того, чтобы это все определить Какую же нужно сейчас вызывать Ну в конкретный момент функцию Так как это у нас динамический полиморфизм То компиляторы генерируют код Выполняющий примерно следующий То есть первое Нужно проследить указатель виртуальной таблицы До соответствующей виртуальной таблицы То есть да Это простая операция Так как компиляторы знают положение указателя Виртуальной таблицы в объекте То есть в конце концов Компиляторы сами добавляют Добавляют этот указатель Туда, куда они добавляют Соответственно каждый компилятор Знает где этот указатель находится Вот Соответственно нужно его вычислить И получить доступ по указателю Для получения непосредственно Вот этой виртуальной таблицы Вот, вот этой То есть в данном случае В данном случае Когда мы будем делать вот это У нас произойдет доступ к этой виртуальной таблице Когда же мы будем выполнять вот здесь Вот этот код У нас будет доступ к этой виртуальной таблице То есть это первое Второе Нужно найти указатель виртуальной таблицы Соответствующей вызываемой функции В данном случае у нас в примере функции F1 Это тоже не сложно Поскольку компиляторы присваивают Каждой виртуальной функции уникальный индекс таблицы. И затраты на этот шаг сводятся просто к вычислению смещения в массиве. То есть нужно вычислить смещение в массиве, и тогда все будет ясно. Ну и третий шаг вызвать непосредственно функцию, на которую ссылается указатель, который был найден на предыдущем шаге. Так вот, если, если, если. Ну если представить, что каждый объект имеет невидимый элемент данных, данных, где они, где они, где они, где они, вот, vptr, то для вызова, для вот этого вызова, компилятор будет генерить что-то подобное. Сейчас я напишу. То есть вот что-то типа такого будет генерить. То есть вызывать функцию, на которую указывает it-элемент виртуальной таблице, заданной вот этим. То есть, я думаю, вы поняли, да? То есть, грубо говоря, вот эта функция, она представлена, компилятор генерирует вот что-то такое. То есть он получает указатель, он вычисляет индекс, дальше вызывает, дальше вызывает непосредственно этот объект. Ну, точнее, эту функцию вызывает. Так вот, данный подход почти так же эффективен, ну, данный вот такой подход так же эффективен, почти так же эффективен, как и вызов невиртуальной функции. На большинстве компьютеров, компьютеров, при этом выполняется всего лишь на несколько команд больше. Виртуальные функции сами по себе обычно не влияют на производительность. Обычно не влияют. Реальные затраты на виртуальные функции во время выполнения программы связаны с тем, что из практических соображений они не реализуются как встроенные. Ну, тут понятное дело, потому что, если компилятор не знает, какая функция будет вызвана, вот в этом случае он может не знать, потому что все эти перенастройки могут находиться совсем в другом месте, в другом потоке и т.д. и т.п. Соответственно, если компилятор не знает, какая функция здесь будет вызвана, то, понятное дело, он и не сможет ее встроить. Таким образом, надо сделать так, чтобы не реализовывать виртуальные функции как встроенные. Но об этом мы уже говорили. То есть, inline не используйте. Вот. Но, 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 что я хотел еще сказать, что у меня там в четвертом примере... А, а четвертый пример. То есть, это все работает и для обычного наследования, и для множественного наследования. Но для множественного наследования ситуация обычно еще и усложняется. Да, язык C++ иногда ругают за то, что у него есть возможность множественного наследования. Но, понимаете, дело в том, что можно ругать вообще все ООП-языки, объектно-ориентированные, за то, что вообще есть там виртуальность, есть наследование, пусть даже не множественное, и все такое. Почему? Потому что неправильное использование, к примеру, бездумное использование множественного наследования ведет к проблемам. То есть, бездумное использование одиночного наследования, ну, скажем так, тоже будет вести к проблемам. То есть, всегда нужно разбираться в вопросе и думать, для чего это делать. Вот. То есть, всегда нужно избегать слишком усложненного кода. Потому что я видел проекты, в которых было очень множественное наследование. То есть, был какой-то там класс D, который наследовался там A1, A2, A3, A4, A5, A6. То есть, вот такое множественное наследование. Соответственно, таких вещей лучше избегать. Потому что такое наследование, во-первых, усложняет разбирание кода, увеличивает размер объектов памяти и т.д. и т.п. Вот. Ну, короче, это я чуть-чуть отвлекся. Так вот. Что по поводу множественного наследования. Чтобы особо не вдаваться в детали, можно сказать следующее. Чтобы найти указатели виртуальной таблицы в объектах при множественном наследовании. То есть, это не то, что чтобы, а это все вычисление происходит намного сложнее, чем при одиночном наследовании. То есть, в одном объекте содержится несколько таких указателей. По одному для каждого из базовых классов. И кроме отдельных виртуальных таблиц, должны создаваться еще специальные виртуальные таблицы для базовых классов. Потому что у нас здесь виртуальная таблица для класса этого, виртуальная таблица для этого класса. Если еще в классе D есть virtual, то виртуальная таблица еще. То есть, в данном случае, как минимум, три указателя будет. Плюс там копируются данные, плюс еще там что-то может быть. Короче, в результате возрастают расходы памяти. Используемые классами и объектами для виртуальных функций. И немного увеличивается стоимость вызова функций во время выполнения программы. Дальше. При множественном наследовании часто приходится создавать виртуальные базовые классы. В противном случае, если производный класс имеет более одного пути наследования от базового, вот более одного пути наследования от базового, элементы этого базового класса копируются в каждый объект производного класса. То есть, элементы базового класса копируются в каждый объект производного класса. По одному экземпляру для каждого пути между производными базовыми классами. Короче, если вы запутались, то здесь могут данные копироваться в каждый объект. Соответственно, объекты будут возрастать. Вот, вот так вот, коротко. Ну и, короче, чтобы этого не допустить, программисты иногда делают вот это. Виртуал, то есть, виртуальное наследование. Что такое виртуальное наследование? У меня видео нет, но я постараюсь его запилить. Ну, пока я его запилю, вы и сами можете, к примеру, разобраться. Вот, сейчас эта тема не касается. Так вот. Вот такой пример. Скотт Мэйерс его называет ужасный бриллиант. Ужасный бриллиант. Вот. У нас есть какой-то базовый класс А. Есть класс Б, который наследуется от А. Есть класс С, который наследуется тоже от А. А есть Д, который наследуется и от Б, и от С. Которые, в свою очередь, каждый от А наследует. Соответственно, здесь могут быть копии. Вот здесь копия, вот здесь копия. И здесь копии, копии. Две, грубо говоря, копии. Ну, все зависит от реализации. Вот. Ну и что в общих чертах происходит? Вот в общих чертах давайте посмотрим на объект класса D. Объект класса D содержит данные класса B, указатель на таблице виртуальных функций. Это то, что добавляет компилятор. Дальше указатель на базовый класс. Дальше находятся данные C, мы же наследуемся, знаешь, все данные копируются в объект. Дальше указатель на таблице виртуальных функций и указатель на базовый класс. Дальше здесь данные класса D, данные класса A и указатель на виртуальную таблицу. Вы можете спросить, а что и почему здесь нет еще одного указателя? Ну, если коротко, то коротко здесь можно сказать, что... Объекты B и D, вот, B и D, могут использовать совместно один указатель. Но это все зависит от реализации компилятора. Поэтому в эти детали, что, как и почему вдаваться не будем. Может быть, когда-то будет время, то я это подробно исследую и вам покажу. Но фишка в том, что вот для какой-то реализации объект D может использовать один и тот же указатель с объектом B. Вот. Так вот, в чем же, что же мы тут видим? А мы вот здесь как раз видим то, что вот такое вот наследование, множественное, ну, обычное наследование, а тем более множественное, добавляет очень много всего. А вот много всего, вот, отмечено звездочками. Это то, что добавляет компилятор. И, если объекты малы, размер объекта, да, у класса А маленький, у класса B, у класса C и у класса D, то есть вероятность того, что в результате вот этих еще добавлений всяких указателей, непонятно куда, ну, грубо говоря, да, вот, может в два раза увеличить объект. А, как было сказано выше, мы можем использовать больше памяти, можем не попадать в кэш, не влазить в кэш на виртуальную страницу и т.д. и т.п. Соответственно, эффективность будет понижена. Ну, и мораль всей басни такова, что нужно понимать, к каким затратам приводит использование виртуальных функций множественного наследования и виртуальных базовых классов. И также нужно понимать, что если вам нужна функциональность этих свойств, то вы должны за нее заплатить. Потому что иногда нам нужно жертвовать памятью, а иногда нам нужно жертвовать скоростью. То есть не бывает так, чтобы программа была максимально эффективной, потребляла и потребляла очень мало оперативной памяти. Обычно чем-то жертвуется. Точно так же и здесь. Если вам уже уж очень необходимо, и вы не можете обойтись реально без виртуальности, ну, и на перспективу, да, то тогда используйте, но тоже используйте аккуратно. Но если же вы используете виртуал просто, ну, почему бы и нет, а может быть когда-то здесь кто-то будет наследоваться, и вдруг когда-то, когда, не знаю, что-то произойдет, то обычно этого не происходит. Вот. Поэтому вы должны это все понимать, эти все механизмы. То есть иногда существуют разумные причины для обхода предоставляемых компиляторами возможностей. То есть, например, скрытые указатели виртуальных таблиц и указатели на виртуальные базовые классы могут усложнить сохранение объектов C++ в базе данных или их передачу между процессами. Поэтому стоит эмулировать эти свойства, чтобы было легче выполнять подобные задачи. Но зачастую, делая, типа, собственные реализации вот таких вот виртуальных механизмов, вы вряд ли выигрываете скорости, потому что компиляторы очень хорошо это все умеют оптимизировать. То есть, самое главное понимать, если вам виртуальность, если виртуальность можно убрать и не использовать ее, то убирайте и не используйте, а используйте только там, где она нужна. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайк и комментируем. Всем пока!